Гонки за победу в Люберецком городском округе состоялось командное соревнование по скоростному маневрированию на автомобилях. Организатором выступил Томилинский молодежно-спортивно-технический клуб. Мероприятие было приурочено к 72-й годовщине Великой Победы. 8 команд, 40 участников, гости, зрители, группы поддержки. Кураж перед открытием уже традиционного для люберецких гонщиков и автолюбителей соревнования по скоростному маневрированию Кубок Победы. Вначале жеребьевка и пеший проход трассы вместе с инструктором. И, наконец, тот самый момент, когда можно нажать на газ. Трассу мы построили скоростную и техническую, поэтому будет интересно. Потом фигуру мы выстраиваем так, что это повторение любой ситуации, которая может произойти на дороге. Из года в год эти соревнования посвящены одному празднику – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Здесь звучат песни военных лет, раздают георгиевские ленты, машины украшают флагами. Некоторые команды даже выбирают себе тематическую форму. Это наша гордость, когда все в мире забывают про это и пытаются нас вычеркнуть из мировой истории. Хорошо, что мы есть, и мы это помним, и мы это поддерживаем. Экипаж машины боевой. Удивительно, но очень часто совсем не три танкиста, а одна хрупкая девушка. Вот, например, Вера Михайлова уже четвертый год в автоспорте, имеет третий разряд. Меня как-то с детства интересовали машины, на самом деле. Я не знаю, почему. Видимо, характер такой. Скорость, маневры, адреналин – это еще не все, зачем Вера выезжает на трассу. Оказывается, вместе с отцом они – настоящая спортивная команда. Выступают на одном автомобиле и вместе проводят время в гараже, совершенствуя свою ласточку. Хорошо, когда дочь увлекается. Она ей помогает, там, глядишь, когда помоет, где-то что-то поменяет. Она и сама на своей машине меняет колеса. И мне очень приятно, что та же самая девушка за рулем может, по крайней мере, хотя бы определить неисправность. И то, что в ее силах она может поменять, а не стоять на дороге и голосовать. По итогам командного соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях Кубок Победы, в скором будущем будут подаваться документы лучших участников Федерации автоспорта для присвоения им спортивного разряда. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.